Наказание за коррупцию достаточное. Так считает координатор Бюро расследований ОНФ Дмитрий Болдырев. По его мнению, нужно смягчать наказание тем, кто оказывает содействие следствию. Подробнее в рубрике «Экспертное мнение». Когда каждый чиновник или тот же человек, который совершает противоправные действия, будет понимать, что существует неотвратимость наказания, тогда возможно изменится отношение к данным преступлениям. Но, к сожалению, мы видим как и суровое наказание, так и уход от этих наказаний. Если человек совершил противоправные действия, но согласился сотрудничать со следствием, чтобы раскрыть последующие преступления совершенно иными лицами, оказал содействие следствию, конечно, ему должно быть смягчение за это. Коррупция, наверное, во всех органах власти, не только среди чиновников, у нас и среди правоохранительной системы много видим, да, среди судебной системы много видим. Я как адвокат знаю, что решение этого вопроса стоило столько-то денег, но у меня доказательств нет, но мы же видим, как это наглядно. И мы видим, как судят чиновников, да, то есть для одного человека, простого рядового гражданина, за то, что он дает взятку, ну, один срок, а тот, кто получает эту взятку, для него другой срок, иногда они даже одинаковые получают. Адвокат Эльдар Шарафудинов считает, что чиновники берут взятки из-за сложившейся системы. По его мнению, искоренить коррупцию может лишь политическая воля высших эшелонах власти. Для того, чтобы искоренить вообще коррупцию, мы должны начать с себя, да, если мы искоренили, почти искоренили коррупцию среди сотрудников ГИБДД, когда мы перестали давать взятки, у чиновников в открытой системе, как они работают, что они работают, на что они тратят денежные средства, и какие денежные средства они получают, если мы будем в открытом источнике все это получать, и какими непосредственно недвижимостью машинами они владеют, то мы, думаю, тоже скоро искореним всю коррупцию. Где исключен из этого процесса человеческий фактор, то коррупционные риски снижаются. Где присутствует человеческий фактор госзакупки, где у нас рассматривают комиссии, где принимают решения, технические задания создают определенные люди, да, чтобы сделать это так, чтобы ограничить участие, то да, появляются коррупционные риски, и вот получаются такие факты, когда вскрываются они и возбуждаются уголовные дела. В специальных силовых структурах на каждого такого коррупционера содержится уже набран определенный материал в томах, я думаю, что это не проходит бесследно, и эти материалы ждут своего часа и времени. И, конечно, это не проходит бесследно. И, конечно, это не проходит бесследно.